Названы победители областного конкурса социальных проектов «Наши Подмосковья». На конкурс на соискание губернаторской ежегодной премии, которая поощряет уже реализованные инициативы, было подано больше 7 тысяч заявок, из них 206 из Ленинского района. При этом четверть проектов, присланных нашими земляками, признана победителями в различных номинациях. Среди них приложение к районной газете «Видневские вести», журнал «Мы вместе», передача для школьников «Наше время», которая выходит на телеканале «Видное ТВ», Центр детского творчества «Импульс» и детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин». Подробнее о проектах учреждений дополнительного образования, отмеченных на региональном уровне, вы узнаете из нашего репортажа. В Центре детского творчества «Импульс» обучается более полутора тысяч ребят. Основное направление работы Центра — духовно-нравственное воспитание детей. Самый большой проект этого направления — ступеньки к храму. Он реализуется вот уже более 10 лет. Его цель — создание условий для развития и формирования национально-культурной идентичности. Очень важно, чтобы хранились наши традиции, потому что чем они древнее, тем больше воздействия они оказывают на человека. В проект включено несколько программ. Это и кружковая деятельность, и участие в рождественских чтениях, и проведение больших районных праздников. Рождество Христово, Пасхальная радость, фестиваль конкурса детского творчества «Веснушка», областного конкурса декоративно-прикладного творчества, проходящего в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Идея всех мероприятий принадлежит педагогическому коллективу «Импульса». Это направление очень интересно. Дети любят работать именно по этому проекту. Потому что и театралы, и декоративно-прикладное творчество, и художественное творчество, даже и хореография, они все работают в направлении реализации этого проекта. Данный проект «Ступеньки к храму» был представлен на областной конкурс нашей Подмосковья и вошел в число победителей. Кроме него, в «Импульсе» успешно реализуется совместная с образовательными учреждениями программа «Школа ремесел». Третий год для детей младшего возраста работает «Школа раннего развития». Среди учреждений дополнительного образования, подавших заявку на соискание губернаторской премии, и детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин». Постоянный участник и неоднократный призер, победитель самых разных конкурсов, программ, проектов районного, областного и всероссийского уровней. На региональный конкурс «Номинация «Спорт для всех»» была выдвинута программа «Плавательный бассейн. Немного воды в толпе людей». Пособие для тех, кто хочет стать здоровым и успешным. Работа велась сразу по нескольким направлениям. Спортивное плавание, занятия аэробикой, рукопашный бой, тренировки для детей с ограниченными возможностями программы «Солнечный берег». Целью нашего проекта является прежде всего оздоровление детей и привлечение как можно большего количества детей к регулярным занятиям спортом, конкретно плаванием. А если какие-то дети достигают спортивных уже результатов, то это просто большой плюс для учреждения, и мы очень рады этому. Пособие для тех, кто хочет стать здоровым и успешным, было принято в работу в 2008 году. Проект был рассчитан на пять лет. В этом году уже подведены его результаты. Наши ребята за пять лет, вот в течение этих пяти лет, вошли в сборную России, в сборную России по плаванию. Это Подгузов, это Босягин, это Рылов. В рейтинге по плаванию на спине они первое, второе, третье место занимают. Сейчас участвуют в чемпионате России, и я надеюсь, в декабре это будет в Волгодрате, и мы это выиграем. И самое, наверное, то, что он душу греет, это то, что мы являемся кандидатами в Олимпийскую сборную, которая будет проходить Олимпиаду в Ряде-Жанейро. Это очень приятно. Всего же на конкурс «Наши Подмосковья» он проводится впервые. Из Ленинского района было подано 206 заявок. 54 проекта, представленных учреждениями, общественными организациями и жителями, стали победителями. Все они получат денежные премии от губернатора Московской области. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.